Состоявшаяся 11 января в Москве встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с российским лидером Владимиром Путином и пемьер-министром Армении положит начало масштабной работе по восстановлению Нагорного Карабаха. Об этом изданию «Инфо-24» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, передает канал 13. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении, которое было подписано в ноябре прошлого года, многие положения из-за цитнота были сформулированы в общих чертах. Встреча, которая прошла в Москве, по мнению, Караченко позволила конкретизировать целый ряд вопросов, в частности создание транспортного коридора между Нахчеваном и остальной территорией Азербайджана. От реализации этого проекта все страны региона получат существенные экономические дивиденды, пока мы видим создание первой рабочей группы. Очевидно, что стороны достаточно быстро пришли к консенсусу по экономическим и инфраструктурным вопросам, сказал эксперт. Запуск железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через территорию Азербайджана говорит о том, что стороны осознают новую реальность и готовятся к мирной жизни, считает Караченко. Создание транспортного коридора – это осознание существующих реалий. Война в Карабахе завершена, Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность. Дальше стоит вопрос экономического развития региона в целом. И здесь эти транспортные коридоры послужат на благо всем сторонам. Армении необходимо отказаться от идей реванша, смотреть в новую реальность через призму крепления армянской экономики, а новые транспортные коридоры будут работать на благо всех, включая саму Армению. Это лучше и выгоднее, чем мечты о реванше, которого никогда не будет, отметил собеседник издания. Также эксперт прокомментировал слова Никола Пашиняна, который заявил, что конфликт в Карабахе все еще не урегулирован, поскольку стороны не договорились о статусе Карабаха. По словам Караченко, подобные заявления нацелены на жителей Армении и предназначены исключительно для внутреннего потребления. Какой статус? Этот вопрос уже давно закрыт. Азербайджан по итогам 44-дневной войны победил. Но для внутриполитического потребления, чтобы снизить накал критики в свой адрес, он решил поднять этот вопрос. Исключительно для того, чтобы показать армянской аудитории, что он там на переговорах что-то поднимал. С практической точки зрения, это не более чем коливане воздуха. Я думаю, он и сам это понимает. И армянские элиты это понимают, и армянское общество это понимает. Судя по тому, что митинги протестной оппозиции практически сошли на нет, армянское общество все-таки устало и не хочет новой войны. Сейчас идет осознание реалий и примирение с этими реалиями. Главная задача Армяни не мечтать о чужих территориях, и строить свое будущее, добавил Караченко. Субтитры создавал DimaTorzok